Таргетная терапия 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 И пациенту, естественно, не назначается. Ну и вопрос возникает, когда же мы будем назначать таргетную терапию. При наличии медленно растущих очагов на фоне небольшого объема в настоящее время мы не можем говорить о необходимости назначения системной терапии. Мы назначаем системную терапию, когда имеется прогрессирование на фоне опухолевого объема опухолевых очагов. Ну и это агрессивно-симптомная и быстро прогрессирующая опухоль. Очень важным критерием для назначения таргетной терапии являются два момента. Это основные и дополнительные, когда имеется большая опухолевая нагрузка, когда мы видим много очагов, когда они более одного сантиметра, когда мы видим прогрессирование опухолепроцесса в течение 12 месяцев на фоне проведенной адекватной терапии, когда мы видим пациентов, у которых имеется усиление осложнения на фоне проводимого ранее лечения, когда мы видим риск локальных осложнений. Ну и дополнительно, это может быть назначением являться хороший функциональный статус пациента, когда отсутствуют противопоказания, ну и приверженность пациента к терапии, возможность наблюдения за этим пациентом. Переломной точкой в назначении таргетной терапии при радиотрефракторном раке основным переломным моментом и переломной точкой для назначения препарата мультикиназных ингибиторов являются размеры измерения в сантиметрах очагов и время удвоения диаметра опухоли в течение меньшей года от 1 до 2 лет, до 4 лет и более 4 лет. Два исследования, которые заслуживают внимания, о которых мы очень часто говорим, два исследования, в которые были включены два таргетных препарата, это сарафиниб и ленватиниб. Мы видим, что при сравнении данных исследований и в этих двух исследований были включены два таргетных препарата, мы видим, что выживаемость без прогрессирования выше более чем в полтора раза на фоне применения лечения препаратом ленватиниб по сравнению с сарафинибом. И частота объективного ответа, мы видим, что на терапию ленватинибом по данным ответам исследований, проведенных этих исследований, мы видим, что полный ответ был получен в исследовании СЕЛЕКТ, четыре полных ответа, это практически полтора процента, но и имеет преимущество в сравнении с препаратом сарафиниб. Ленватиниб демонстрирует более продолжительную выживаемость без прогрессирования. В исследовании, которое было представлено, мы видим, что частота объективного ответа составила более 60%. Полный ответ мы получили практически 2%. Частичный ответ был получен 58%, но и стабилизация процесса у пациентов была достигнута 30%. Медиана длительности ответа составляла 30 месяцев. Второй очень важный критерий успеха – это подготовка к назначению и началу теттаргетной терапии. Она заключается в том, что пациент должен быть всячески обследован и решен вопрос о состоянии на момент назначения терапии. До начала лечения, практически за 2 недели, пациент должен быть обследован при помощи дополнительных методов исследований. ИПТКТ, они представлены на слайде. И все это исследование должно быть в короткие сроки до начала лечения, для того, чтобы мы понимали, какие ожидаемые могут быть изменения и нарушения в процессе лечения. Очень важным является то, что пациент должен наблюдаться первые 3 месяца тщательно у онколога. И какие-либо изменения должны быть фиксированы через 3 месяца повторения тех исследований, которые были ранее, для того, чтобы произвести оценку проводимого эффекта. Необходимо обязательно подготовить пациента к лечению линвотебио, поскольку этот препарат сопровождается с артериальной гипертензией. И частенько при неправильном ведении пациента мы видим отмену препарата, что очень нежелательно сказывается в дальнейшем наблюдении этих пациентов. Поэтому адекватный контроль обязательно должен быть до начала лечения. Это снизит частоту случаев досрочного прекращения назначения препарата. Очень важным также является назначать терапию в рекомендуемой дозе, поскольку есть пациенты, которые самостоятельно могут бояться и не принимают препарат в дозе 24 мг. Это является очень важным, поскольку здесь объем полученной дозы и успех будет зависеть от клинической пользы от терапии. Конечно, будет от того объема, который должен получить в первой рекомендуемой суточной дозе 24 мг. И также это, конечно, будет способствовать дальнейшему уменьшению размеров опухоли, поскольку мы понимаем в перспективе, что может быть снижение дозы из-за появления того или иного осложнения и какой-то непереносимой токсичности. Четвертым обязательным критерием успеха в назначении лечения долежит корректно редуцировать. Когда мы видим у пациента нежелательное явление, чаще всего это, конечно, в проявлении артериальной гипертензии, необходимо снижать дозу 24 мг. Первое снижение – это 20 мг, как видите, поскольку у нас капсулы имеют дозировки 10-10 мг и 4 мг. Второе снижение дозы должно быть 14 мг, один раз в сутки назначается. Ну и третье снижение – это до 10 мг один раз в сутки. Очень интересная работа, которая представлена, влияние прерывания терапии линвотенибом на общую эффективность лечения у пациентов. И на самом деле авторы указали на то, что длительное прерывание терапии, конечно же, снижает эффективность лечения. И, как видите, представлено на слайде, что выживаясь без прогрессирования при длительности прерывания терапии линвотенибом, и также будет, если будет меньше длительность прерывания, то будет выше эффективность лечения. Медианно выживаемся без прогрессирования также зависит от длительности прерывания терапии. Это указано на, если мы рассматриваем прерывание до 14 дней, от 2 недель до 28 дней и более месяца. И, как видите, те пациенты, у которых прерывание было меньше, чем до 14, до 2 недель, мы видим, что выживаемся без прогрессирования, где значительно лучшие показатели, чем те, у которых было больше 30 дней прерывания. Критериями успеха также является контроль и мониторинг. Очень важным моментом является работа междисциплинарной команды. На самом деле это очень важный момент. Вовремя коррекция появления нежелательных явлений имеет очень большое значение для того, чтобы пациент находился под тщательным контролем. И более того, необходимо вовремя производить оценку эффекта, чтобы понимать, есть ли эффект от проводимого лечения и какой эффект у нас достигнут. И появление того или иного нежелательного явления, вовремя производится коррекция этих нежелательных явлений, доза получаемого препарата правильно корректируется. И, конечно же, на этом этапе мы видим, что эффект выживаемся без прогрессирования будет значительно лучше у этой категории пациент, группы пациентов. Ну и в команде, о которой также Павел Олегович упомянул, что мы должны работать в команде, мы тщательно к этому очень относимся трепетно и призываем всегда в команде работать. И у нас действительно очень большая команда, которая участвует при назначении препарата линвотиниб. Мы видим определенные осложнения, и вовремя оккупирования этих осложнений позволяет нам не останавливать лечение, которое так важно для пациентов, особенно те пациенты, у которых имеется очень распространенный процесс. Есть очень интересное исследование, которым, как видите, представлено в последней колонке, говорится о том, что улучшение диагностики, повышение качества лечения, уверенность в качестве медицинской помощи, рекомендации, исследования и международные рекомендации, протоколы, те, которые проводятся в конкретном учреждении, имеется стимул к профессиональному росту. Все это достигается путем работы междисциплинарной команды. Целое исследование, которое показывает и представлено несколько типов клиник, которые работают, вот последняя с клиника мелким шрифтом написана, но для того, чтобы выделено овалом в конце, как видите, повышение до 90 и более процентов работы именно междисциплинарной команды. То есть мы достигаем хорошего эффекта, и на самом деле это профессионализм, когда относятся к своей работе именно не опираясь только на свои возможности, свои данные, но именно работая в команде со всеми специалистами. Ну и резюмируя, я хотела бы сказать о том, что очень важным являются эти несколько критериев, это своевременное начало таргетной терапии, необходимо очень важно подготовить пациента к началу таргетной терапии, что позволит не отменить далее этот препарат, начать терапию в рекомендуемой дозе, это тоже очень важно, 24 мг, о которых мы говорим, и очень важно, чтобы пациент не производил редукцию самостоятельно, он должен быть обязательно под тщательным контролем онколога. Корректно нужно редуцировать дозу таргетного препарата, если произошли нежелательные явления. Контроль и мониторинг, междисциплинарная команда и большое спасибо всем за внимание. Спасибо большое. Спасибо. 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 . . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.